Привет! Сегодня обзор 7 компрессоров производства Ring Automotive. Компрессоры отличаются как по внешнему виду, 6 из них выполнены в пластиковом корпусе и один металлический, так и по функциям. 4 компрессора в модельном ряду оснащены механическим, то есть аналоговым манометром, 3 – цифровым. Некоторые имеют автостоп, различаются максимальным нагнетаемым давлением и производительностью. Начинаем изучение модельного ряда с трех младших компрессоров со стрелочным манометром. Это Ring Rack 610, 620 и 625. Младшая модель 610 без фонаря и автостопа, 620 с фонарем, но без автостопа и 625 с фонарем и автостопом. Начинаем тест-драйв модели Ring 625. Кстати, очень удобный кейс. Есть фонарь, есть автостоп, автостоп механический, то есть просто как на старых будильниках мы выставляем меточку металлическую в то место, где должен будет компрессор остановиться. Кнопка включения компрессора и режимы работы фонаря. Шланг у нас хранится в отдельном отделе. Очень удобно, что все. И шнур и шланг прячется в корпус самого компрессора. Есть кнопочка для стравливания лишнего давления. А сейчас у меня в шинах показывается давление 2,1 атмосфер. Но сейчас я спущу до 1 атмосферы. И затем мы посмотрим скорость накачивания от 1 до 2 атмосфер. И заодно проверим работу автостопа. Я выставляю ровно 2 атмосферы. Включаем компрессор. И смотрим, как быстро он справится с задачей. 2 минуты 22 секунды понадобилось компрессору RingRack 625, чтобы накачать колесо от 1 до 2 атмосфер. Приблизительно такую же производительность имеют и компрессоры RingRack 610 и 620. Следующие три компрессора с цифровым манометром. Это компрессоры RingRack 630, 635 и 640. 630 самая простая модель, но несмотря на это она оснащена фонарем и автостопом. 635 с фонарем и автостопом. Также эта модель отличается большим экраном и поворотной ручкой для настройки автостопа. Вместо трех кнопок, как у предыдущей модели. И модель Ring640 оснащена фонарем, автостопом и также дополнительным высокопроизводительным компрессором. То есть в этой модели реально два компрессора. Один поршневой для накачивания автомобильных шин. И второй роторный для накачивания и сдувания матрасов, лодок и других надувных изделий. У второго роторного компрессора гораздо меньше нагнетаемое давление. То есть он не способен, например, накачать автомобильную шину до нужного давления. Но зато у него очень высокая производительность. И он быстро способен накачивать и сдувать надувные изделия. У всех компрессоров Ring с цифровым манометром есть подсветка манометра, что позволяет считывать показания манометра ночью. Управление, конечно, немного отличается от предыдущего компрессора. Здесь с помощью переключателя мы выбираем, какой именно компрессор будет работать для накачивания шин или для накачивания надувных изделий. И кнопкой включается фонарь. Шнур питания и шланг накручен на задней части компрессора, то есть не будет запутываться. Цифровой манометр может работать в трех режимах. Я выбираю бары. Ring Rack 640 накачал колесо от 1 до 2 атмосфер за 1 минуту 54 секунды. То есть он производительнее компрессора Ring Rack 625 приблизительно на 30%. И такую же производительность имеют компрессоры Ring Rack 630 и 635. Следующий компрессор у нас Ring Rack 700. Вот в таком кейсе он. И выглядит он, конечно, более профессионально своих предшественников. Здесь другая система крепления на колесо. Вот такая прищепка. Нет автостопа. Нет никаких дополнительных функций. Только накачка. Но накачка достаточно мощная. Сейчас я спустил колесо до 1 атмосферы. Включаем компрессор. Работает он с другим звуком. Более серьезным таким. Все, есть 2 атмосферы. Всего 52 секунды понадобилось компрессору Ring Rack 700, чтобы накачать колесо от 1 до 2 атмосфер. То есть этот компрессор более чем в 2 раза производительнее компрессора Ring 600 серии. Как же определиться, какой компрессор покупать? Если у вас внедорожник или вам часто приходится накачивать колеса, то выбор однозначно Ring Rack 700. Поскольку этот компрессор имеет самую высокую производительность. Его производительность больше чем в 2 раза выше всех остальных компрессоров в модельном ряду Ring. Этот компрессор не имеет никакой дополнительной функции, ни автостопа, ни фонаря у него нет. Он просто очень быстро накачивает колеса. Если же вам приходится пользоваться компрессором не очень часто. К примеру, я пользуюсь компрессором 4-5 раз в год. И лично мне хватило бы самой простой модели Ring Rack 610. Это модель без автостопа. Она не оснащена фонарем. Это самая базовая модель. В ней есть, собственно, только компрессор. Если же вы хотели бы иметь фонарь в своем компрессоре Ring Rack 620, отличный выбор. Это точно такой же компрессор, как и базовая модель, но в нем появился фонарь. В следующей же модели Ring Rack 625, кроме фонаря, добавился еще и автостоп. Для любителей компрессоров с цифровым манометром в линейке есть две модели. Ring Rack 630 и Ring Rack 635. Оба эти компрессоры имеют фонарь и автостоп. И отличаются они размером экранчика и способом настройки автостопа. У Ring Rack 630 это кнопочная настройка. У Ring Rack 635 для настройки используется поворотная ручка. В остальном же эти компрессоры абсолютно одинаковы. И для владельцев надувных лодок и матрасов в модельном ряду Ring предусмотрена отдельная модель, которая оснащена в дополнение к обычному поршневому компрессору, еще и роторным компрессором с высокой производительностью для накачки тех же самых лодок и матрасов. Какая модель понравилась вам больше всего, напишите, пожалуйста, в комментариях. Если видео было полезным, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, на этом все, пока!